Хей-хей-хей! Всем привет! С вами Тель! И мы рассматриваем сегодня каталог 2019 года с января по июнь. Вот тут такая красивенькая сразу обложечка. Lego Movie 2. Хочу вот начать, конечно, не с дупла, но вот здесь такие вот классненькие наборы. Вот мне не нравится то, что есть вот такие вот наборы, как 4+, ну, реально бесит. Я думал, будут более взрослые. Так, смотрим дальше, что у нас тут есть. Так, дальше тут ничего интересного. Так что давайте посмотрим вот эту вот ракету. Во-первых, тут есть такие вот интересненькие наклеечки. Я не знаю, мне, если честно, не нравится. Ведь у меня есть и Эммит, и Люси. Я решил её не брать. Также у меня есть вот этот вот. Я покажу его в следующем видео. Так что это будет секрет. Я разыграю сценку. Давайте посмотрим, из какого это момента вот эти наклейки. Да, смешной момент был, но я уже перехожу дальше. Итак, я перешёл к Лего Бэтмену. Что мы здесь видим? Мы здесь видим такие неинтересненькие наборы, кроме вот этой машины. Посмотрите, она с блютусом, ещё она с разными функциями на телефоне. Прикольная. Мне нравится. Здесь она, видимо, на пульте управления, но, как видите, может быть, и управляется только телефоном. Пульта управления, видимо, там нет. Да. Дальше. У нас есть здесь Лего Буст. Это такой вот робот. Модель 5 в 1. Он может делаться вездеход в автомастерскую, кота Фрэнки и гитару 4000. Ну, видите, здесь так написано 7-12 лет. Я думаю, это не очень интересно. А, также хотел напомнить. Начали снова рекламировать робота. Вот этого робота. Раньше его в журналах убирали. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Видимо, тогда он вышел из моды. Сейчас его снова добавили. Дальше. Ниндзяга Легачу. Я не понял. Чё, они всё возвращают? Всё обратно? Всё сначала? Не знаю, может, это для мелких, для маленьких детей, которые не знают начало Лего Ниндзяга. Но на Лего Ниндзяга было моё детство. Как бы я его смотрел практически все серии. Также где-то в года 4 я смотрел. Они были примерно такие. Здесь храм тот же продавался. Вот мой первый набор был вот с такими вот скелетами. Кстати, я в магазине посмотрел, вот этот набор очень маленький. Очень маленький. Вы не представляете. Я не знала, что он такой маленький. Я думала, он побольше будет. Но чё, они всё вернули? Всё вернули? Зачем? Дальше здесь есть кружицу. Ну, как видите, вроде хотя бы что-то отличается от старой части. Волчки вроде другие, да. Были более низкие, не такие интересные. Эти были поприкольнее. Дальше. Лего Гарри Поттер и фантастические твари. У меня есть вот такой вот набор. Я решил взять самый маленький. Мне он понравился по цене. И вроде как бы главные герои. Ну, по сборке это вышло очень быстро. Мне очень нравится вот этот большой зал Хогвартса. Хоть это не весь Хогвартс, но очень прикольно. Жаль, конечно, что по первой части самой, вот с этим фиолетовым чувачком, они как бы все части. Дальше. Смотрим. Лего Майнкрафт. Пожалуй, дорогое лего, даже самый маленький набор. Итак, появились новые такие вот штучки с января. Конечно, январь уже прошел давно. Ну, вот мы смотрим, что тут большие такие фигурки. В них можно вставлять оружие. Здесь такие вот интересненькие фигурки. В них, кстати, есть вот такие вот помощнички. Или я не знаю, как их назвать. Но они идут вместе с набором. Дальше. Вот этот вот набор, я как помню, он стоит тысячи четыре. Дальше здесь есть такие вот интересненькие наборчики, но они также дорогие. Итак, со следующей страницы мы узнаем то, что лего стар ворс исполнилось 20 лет. И новые наборы в чьи 20-летие лего стар ворс будут с апреля. Итак, посмотрим, что там сейчас появилось. Сейчас вот такие вот интересненькие наборы. Конечно, они были вроде в самых первых сериях, но все равно такие интересненькие. Вот 5-4+. Ну, я так не играю. Далее мы видим лего овервотч. Это вот такой игрушки-боевику, фантастики, роботом всяким. прикольный вот такой вот робот огроменный. Как видите, тут всего 6 наборов, а человечков под них всего на 5 наборов. Странно как-то. значит, в этом наборе никого нет. Хотя тут написано Дева и Ренхарта. То есть тут вот Ренхарт и Дева. Но они здесь в другом наборе. Странно немного. Далее мы переходим к лего техник. Что у них тут новенького? О, машина Порш. Классненькие такие вот. От 10 лет и старше. Классный мотор, все нравится. Интересненько. Как вы видите, я перехожу только к самому интересному. Но не хочу обижать остальных. Мне нравятся именно вот эти наборы, которые я выбираю. Итак, лесозаготовительная машина. здесь есть вот такие вот дробилки, которые как будто прорезают дерево. Но нравится машина. Здесь есть еще такой вот кузов, куда можно убирать деревья. Давайте посмотрим дальше. Дальше меня заинтересовала такая вот машина. Это аварийный внедорожник 6x6. Здесь вот есть такой эксклюзивный мишка, который присутствует только в некоторых наборах, но очень редко. Она управляется с помощью пульта. Такая громадная с 11 по 16 лет. Мне, если честно, понравилось. Здесь есть еще такие фонарики и очень интересный цвет такой. Это правда очень похоже на внедорожник. А на этом мы заканчиваем. Подпишись, поставь лайк за этот чудненький видосик. С вами был Тель. надпишись. Продолжение следует... Продолжение следует...